Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Подумайте, как красиво будет звучать. Международный Пасюкинский турнир 1927 года. Международный Пасюкинский турнир 1927 года. Приезд Чегорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хосерауля, Капабланки. Кроме того, я вам гарантирую и мое скромное участие. На турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни богато обеспеченных людей будут стремиться по сути. Но личной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Пасюкинский. Строительство гостиниц-небоскребов для размещения гостей. Снабжение гостей прохладительными напитками. И вообще, вообще, да-да-да-да-да, именно так, как я сказал выше. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Пасюкин. Несомненно, таковое не сможет перевезти всех желающих. А желающих будет много. Отсюда возникает следующая проблема. Важная проблема. Аэропорт. Большие пасюки. Аэропорт. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Нельбурн. Москвичи, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Не пусть спокойно, этого не надо бояться. Столица автоматически переходит в осюки. Не у Москва, то есть бывший в осюки, становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира? А впоследствии и Вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку, изобретет способ межпланетного сообщения. Из осюков полетят сигналы на Марс, Юпитер, Непту, вон он. Субтитры создавал DimaTorzok